Ну что, мы приветствуем всех, я и Далибор в этой вебинарной комнате. Мы продолжаем вторую часть вебинара. Предыдущая нашла большие отклики, Далибор, вообще в чате. Очень много писали, всем очень понравилось. Я тебе пересылала, и просто твоя конференция очень много. На самом деле, я записала, очень много мне дала, и всей вот команде, мне кажется, России, русскоязычной, Казахстана. Поэтому мы с нетерпением ждем второй части. Я уже тебя не представляю, потому что все знают. И мы, наверное, начинаем, так? Я отключаю свое видео. Хорошо, спасибо большое. Спасибо всем, которые высылали поздравления, или как это называется. Ну просто я очень благодарен, что вам прошлый вебинар понравился, что вы получили какой-то отклик, какую-то информацию с этого. И давайте будем продолжать. Но мы закончили на скриптах. Но прежде чем, когда буду отвечать на следующие вопросы, я хочу поговорить про концепцию, которую я тоже изучал, как его зовут, сейчас не помню, но этого Рея Хигдена, про которого я говорил в прошлый раз. И эта концепция, можно ее назвать как концепция уровня желания. В прошлом разу мы говорили про то, если вы пытаетесь контактировать с своих потенциальных клиентов, то есть разные уровни желания узнать информацию. Да, там нулевой уровень, и если человек на нуловом уровне, то не надо ему толкать эту информацию. И очень похожая система или концепция работает уже внутри компании, внутри команды. Есть разные люди, конечно. Где-то 80% людей, которые подключаются в сетевый бизнес, у них желание получать там до 500 тысяч, может быть, долларов в месяц. Где-то 15% людей, которые подключаются, которые уже являются как бы членами команды, у них желание где-то может 2-3 тысячи долларов в месяц. И только 5% у них желание огромное, там 10-20 тысяч. Но если вы как лидера или люди, у которых есть даже небольшая команда сейчас, не то, что у вас должны быть там десятки или сотни людей, а может быть, у вас пока 2-3 человека, и у вас есть огромнейшее желание получить успех в сетевом бизнесе, это как-то кажется нормально, да? Но на самом деле, если вы с тем же самым подходом подходите к людям, у которых желание этих 80% или этих 15%, у которых желание гораздо меньше, то вы просто на них давите, да? И они будут постоянно чувствовать себя под стрессом. Рей Гигген это объясняет очень хорошим примером. Представьте себе, что вы владеец фитнес-клуба, да? И там приходит мужчина такой здоровый, очень там, мышцы огромные, да? И он там занимается каждый день по несколько часов, и потом еще коктейлчики пьет, и все, да? И он там очень много времени проводит. И потом там какой-то худенький, да? Там ручки такие, как у меня. И там придет, там по 5 минут позанимается, там поболтает с кем-то, попьет коктейлчик и уходит, да? И вы можете себе представить, что вы, как владеец этого клуба, начинаете орать на этого человека? Ну, чувак, ты там только 5 минут, да? Давай, ну давай, еще позанимайся, пооджимайся, там давай еще, да? Попотей, пожалуйста. Это же как ты вообще можешь себе позволить туда прийти и только так, как так по чуть-чуть, да? Но, конечно, такого никогда не будет, если, конечно, этот владеец этого клуба, как бы грамотный человек, да? Потому что вам, нам, всем людям, которые занимаются каким-то бизнесом, где люди приходят, чтобы чувствовали себя хорошо, чтобы что-то получали, мы хотим, чтобы они себя чувствовали хорошо, как можно дольше. Потому что неважно, если этот человек там приносит огромный объем баллов в месяц, но важно, что ему нравится быть как-то у этого огня, да? Греть ручки. А некоторые люди просто приходят погреть ручки к огню. Они пока там попьют чуть-чуть сок, но не дат, там пару раз. Они по чуть-чуть там узнают про какой-то продукт. Они себя чувствуют очень неуверенно, может быть, в начале. Но как из-за того, что вы на них не давите, что вы не предполагаете, что у них то же самое желание, как у вас. Может быть, у вас желание там зарабатывать, или уже зарабатываете 10 тысяч в месяц, или больше. Но они пока этого не видят. Их видения этого пока нет. И ваша задача не давить на них, и не стараться, чтобы они приняли ваши желания. И ваша задача понять, что они хотят. Потому что это как в продажах. Что такое продаж? Продаж. Ответьте себе на этот вопрос. Что такое продаж? И люди начинают там. Но это когда вы стараетесь какую-то вещь кому-то продать. Нет. Я так не думаю. Я так не считаю. Продаж – это разговор. Когда продолжается разговор, тогда может быть случится в конце продаж. Если разговор окончен, не продолжается, то продажи не будет. И это то же самое, когда вы стараетесь прийти к новым клиентам, или найти новых клиентов. Когда вы продолжаете этот разговор, то может быть, в конце будет этот продаж, или там регистрация. но если на какой-то степени этот человек уже не хочет вас слушать, или не понимает то, что вы ему говорите, это значит, что вы что-то сделали неправильно. Мы постоянно должны вести этот разговор, помогать людям понимать, о чем мы вообще говорим, и перевести их с одной стороны реки на другую, построить какой-то мостик. Потому что мы стоим здесь, они стоят пока здесь, они не видят то, что мы видим. А мы как-то должны им помочь выстраивать шаг за шагом этот мостик, чтобы они перешли на другую сторону. Вот. И то же самое с нашими партнерами, потому что не все на этих 5 процентов, 1 процентах, когда они хотят там десятки тысяч зарабатывать. Я лично я этого не представлял, что у меня будет какой-то бизнес. Конечно, я верил тому, что говорили, что да, можно зарабатывать, но как-то, если честно, я про это даже не думал. И мое желание росло со временем. У меня не было желания быть миллионером вначале. Или там как-то думал про это, но сам этому не верил. А постепенно, когда у меня что-то получалось, были какие-то результаты, то уровень моего желания как-то увеличивался. И я понимаю, что если бы постоянно я слушал, что ты недостаток, недостаточно много презентаций делаешь или еще что-то, но мне бы это надоело, наверное, да. И, к сожалению, это очень часто происходит. Поэтому я думаю, что это очень-очень важная концепция, это понять, да, если вы это не понимаете, то, может быть, вы просто пугаете своих партнеров, да, и они потом уходят. Потому что кому было бы приятно слушать, что он недостаточно позанимался никому. Это неинтересно. Но надеюсь, что это я объяснил как-то понятно. Думаю, это очень важный концепт. Так, дальше вопрос. Какие шаблоны, о том мы поговорили. Какие шаблоны используешь для рассылки рассылки и рекламы. Но шаблоны про рекламу я, наверное, не буду говорить, потому что это очень тяжело. Мне реклама работает иногда, иногда не работает. Всегда надо что-то делать по-другому. Зависит от того, с какой, что вы хотите сказать, да, если хотите там про продукт или про бизнес говорить, в какой стране, в какое время. Один у меня была реклама, которая у меня очень долго работала в Индии и получила очень много откликов на эту рекламу, очень много контактов, но она как-то перестала работать вообще, уже не работает, поэтому, наверное, на это нет времени и, если честно, у меня нету никакого совета, просто надо как-то понимать, чего вы хотите и чего хотят ваши клиенты, да, если уже занимаетесь рекламой, но реклама это такая штука, что вы можете выбрасывать очень много денег и получать очень мало, поэтому я это не советую, я лучше советую те вещи, которые пока бесплатны, если у вас уже как-то достаточно высокий доход, чтобы вы могли позволить себе рекламу, то да, но очень важная вещь, понимать какая цель рекламы, очень много людей скажет, ну, чтобы получить более клиентов или партнеров, нет, это не целая реклама, это то, чтобы вы могли позволить себе инвестировать в рекламу побольше, еще еще раз говорю, что цель рекламы это то, чтобы вы могли позволить себе инвестировать в рекламу побольше, например, у вас есть 10 баксов, да, вы инвестируете в рекламу, вы получаете какое-то количество партнеров, из этих партнеров один человек там подпишется с золотым пакетом, у вас будет 50 баксов как бы комиссионных, да, прямых комиссионных с этого, с этой регистрации, значит, вы сделали с 10, ваш заработок был 40 долларов, инвестиция 10, получили 50, значит, вы заработали 40 долларов, но если таким аналогическим образом вы инвестируете 20 долларов, то вы должны получать два раза больше, да, и вот таким образом, но если вы постоянно инвестируете в рекламу и потрачиваете там 10, 20, 30, 40 в месяц и ничего не происходит, но это как-то надо с этим что-то делать, да, но целая реклама в том, что я сказал, да, да, тут вопрос еще про бизнес и продукт всегда отдельно, это единственное, что могу сказать про продукт, про продукт не надо говорить про какие-то там чудо продукты, да, у нас есть чудо продукты, но не надо это говорить в рекламе, потому что очень как бы жестокие законы, не знаю, как в России, но в Европе, в Америке сейчас почти нельзя сказать, что какая-то отравка там помогает при этом, поэтому с этим осторожно, лучше не говорить про продукты, а лучше говорить про эти ингредиенты, потому что ингредиенты это не патентированная вещь, да, один ингредиент, так как сок из фрукта, но не это непатентированная вещь, это просто ингредиент, он можете пойти там, если вы живете где-то, где растут эти нони, то вы можете идти и там сорвать фрукт и получать этот ингредиент, но если вы говорите уже про продукт, это уже продукт компании, он подвергается каким-то там, ну, понимаете, да, поэтому лучше такого не делать, просто не говорить про продукт, про название продуктов, про продукты и про название компании, но об этом мы уже по-моему говорили. На что даешь акцент? Ну, акцент на то, что может помочь, или то, что эти люди, которые я ищу, что они хотят, да, например, если делаю рекламу сейчас там в Испании, где много бизнесов закрылось, там рестораны, то я говорю, что люди, которые владельцы ресторанов, они просто работают со мной, чтобы получать какой-то заработок из дома. Вот просто так, да, очень просто. Что этот человек чувствует, что он хочет, что он ищет, и вот это я ему предлагаю, говорю, что другие уже так сделали. Используется автоворонка или нет, поэтому по-моему я про это уже в прошлый раз говорил, да, но это очень много морков. Так, методы ты используешь для ведения человека по интернет с момента получения его контакта до оформления платы, когда этот человек с другой стороны. Во-первых, тут не важно, с какой стороны этот человек, да, это надо нам как бы поменять эти настройки в мозгу, что если человек с другой стороны, что там какой-то другой подход, нет, там не важно, если вы даже в одной стране, в России, да, или Казахстане, это же огромнейшая страна, там дойти до другого конца, это несколько часов, поэтому как можно сравнивать кого-то с Владивостока и в Москве, да, вы все равно не пойдете туда навстречу, да, то же самое там если этот человек сидит там в Нью-Йорке, да, просто это все равно где они сидят, если есть интернет, то значит есть доступ к этому человеку, есть возможность общаться и там нету никакой разницы. И сам процесс, но это зависит от того, в котором уровне он находится. Про это мы уже говорили, если у него нулевой уровень, я просто спрашиваю, если ему он открыт узнать про бизнес. Если открыт, то следующий шаг высылаю презентацию. Следующий шаг, конечно, фоллоуап, да, или там не знаю, как это на русском будет, но фоллоуап. Просто позвонить, узнать, ты видел, видел, да, что тебе понравилось побольше. И уже идет разговор, да, и если говорит человек про продукты, что ему начинает говорить про продукты, то мне понятно, что его не будут морочить ему мозги с бизнесом. Если продукты, то надо говорить про продукты. Если бизнес, то говорю про бизнес. И постепенно этого человека веду. Если про продукты, то высылаю еще продукт, еще какой-то там опыт с каким-то продуктом, или позвоню моему дистрибьютору, чтобы он с ним поговорил, у которого есть опыт с этим продуктом. Если это мужчина, например, то мужчины очень часто хотят говорить про бизнес, больше, чем женщины. Женщины больше хотят про продукт говорить. То есть, если это мужчина, то я связываю его с еще каким-то моим бизнес-партнером, с моим оплайн, или даже даунлайн, если он в какой-то стране, где я не нахожусь, то я связываю его с мужчиной. Если это женщина, то, конечно, любая женщина знает про косметику гораздо больше, чем я и 10 других дистрибьюторов NFT-мужчин вместе. Поэтому я стараюсь связать женщину с женщиной, потому что женщины себя понимают гораздо лучше. И вот таким образом выстраивается доверие. И если кто-то не отвечает, то я не чувствую, что он меня игнорирует, или не хочу, чтобы я себя так чувствовал. Вначале, когда я не понимал этот процесс, то да, я себя чувствовал. Он меня игнорирует, ему не нравится. А ему же должно нравиться, да. Я думал, что он должен чувствовать и хотеть. Но это были всего лишь мои, как бы, мои мнения, мои там желания. Но вам надо от этого вообще уйти. И вам должно быть по барабану, если этот человек будет подписываться или нет. И он это должен почувствовать. Потому что если вы постоянно давите, 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 звоните, ну как ты уже решил, то он, наверное, откажется. Не говорю, что все, но процент людей, которые откажутся, будет гораздо больше. А если вы, наоборот, говорите, я очень извиняюсь, у меня столько партнеров, которые хотят подключаться, давай поговорим опять там через пару дней или через неделю. То он думает, блин, у него сейчас есть какой-то бизнес, у него есть другие люди, которые хотят с ним работать. Это что-то серьезное, да. Поэтому если мне кто-то не отвечает, раньше я бы, наверное, спрашивал, что случилось, тебе интересно, или что-то такое, да. Но если мне кто-то не отвечает, то я, наоборот, ему извинюсь. И напишу, о, очень извиняюсь, что не выходил на связь. Даже если он не сказал, что он меня будет контактировать, да. Я очень извиняюсь, что не выходил на связь. Но я был, просто это был завал работы у меня. Много новых партнеров подключается и клиентов, да. И если он не отвечал, я просто спрашиваю, как у тебя дела, как твой бизнес или как жизнь, да. Я не спрашиваю, если там уже решил, и там будешь покупать, ничего такого. Моя цель, когда меня игнорируют, да, моя цель просто начать опять этот разговор. Потому что, помните, я говорил, что продажа – это разговор. Если разговор окончен, то продажи не будет. Поэтому я стараюсь выстроить опять этот разговор, начать этот разговор. Не всегда, конечно, получается, но если вам получится получить ответ, типа, «Да, у меня все хорошо, извини, там дети болели» или что-то еще, да. И человек чувствует себя нормально, да, не под каким-то напрягом, да. Если вы ему написали там через пару дней. И вот таким образом просто узнаю, если ему еще что-то нужно, если какая-то информация. Но, конечно, в какой-то момент уже приходит момент, когда, если мы говорим, и он говорит, «Да, мне это понравилось, это понравилось», то тогда уже приходит момент, когда я спрашиваю одну, или не спрашиваю, а скажу очень хорошее предложение, или это предложение очень хорошо работает. Ну, это мне звучит, как будто ты был готов начать. И не ставлю туда вопрос, да, это звучит, как будто ты был готов начать. Нет, не так, а это звучит, как будто ты был готов начать. И звук идет вниз, да, не наверх, а вниз. И вот таким образом вы просто узнаете, как на самом деле, да. Он скажет, да. Или скажет, нет, мне нужно еще там, не знаю, что-то там забыл спросить, или там что-то недопонял, да. Но много людей, они боятся, включая меня, когда не был уверен, что делал, да. Я боялся спросить этот вопрос, чтобы мне не сказали «нет». Да. Поэтому много людей теряет время на то, чтобы спросить этот вопрос, или сказать это предложение, когда этот человек должен уже сказать или «да», или «нет». Все хорошо. Если нет, это не проблема. Просто я не должен тратить больше времени с этим человеком. Это хорошо, если вы узнаете, что ему это не интересно. Так, следующий вопрос. Видишь ли работу на земле или только через интернет? Какое соотношение подключений? Ну, работа на земле, не знаю, насколько вы в курсе, какая сейчас ситуация в Европе. На земле это просто нельзя. Поэтому сейчас это 100% онлайн. До этого иногда, конечно, были контакты тут в Праге. Если они, мне казалось, что стоит с ними встречаться, то я это сделал, но не так, чтобы каждый человек, который на меня выходит или с которым я начинаю общаться, чтобы я с ним сразу встречался. Нет, он должен как-то… Не хочу, чтобы это звучало плохо, но он должен в моих глазах заслужить мое время, чтобы дать этому человеку это время. Просто не буду там с каждым, кому интересно узнать, что за бизнес, встречаться и терять мое время. Я могу отправить презентацию, пусть посмотрит и скажет, это что-то интересного или это вообще фигня, и мне это неинтересно, да, и зачем тратить час или два, чтобы узнать, что ему неинтересно. Вот так вот. Используешь ты чаты и какие видишь чаты с новичками по продукту и по бизнесу? И это разные чаты или все в одном чате? А, понял. Твои новички. Понятно. Да, у меня есть WhatsApp. Это не группа, а… Как это? Ну, я не знаю, как это на русском. Там есть группа, да, когда все друг друга видят. А есть список, а, список контактов, которым вы высылаете информацию. Они все их получают, если вы у них в контакте, как бы добавлены в контакте, мы имеем в виду в телефоне. То они получают эту информацию. И вот таким образом я веду коммуникацию с новичками или там вообще с командой, да. Есть люди, которые хотят получать эту информацию, то я их туда подключаю. Есть люди, которые не хотят, то я их не подключаю. Есть тоже Facebook группы для команд, поскольку у меня есть команда, основная команда, которая говорит на английском и основная, которая говорит на хиндии, то есть разные группы. И вот таким образом идет коммуникация. И там, конечно, обучение идет, видео и так дальше. Надеюсь, что я ответил на вопрос. Но про продукт, там просто люди говорят свой опыт, да, и там не так, чтобы пошло какое-то обучение, потому что я пред... Ну, для нас лучше, чтобы мы не знали все о продукте. Для нас лучше, чтобы у нас был какой-то инструмент, который мы можем кому-то, любому человеку, всегда показать. Поэтому я всегда, если есть вопросы про продукт, то у меня ссылка на страничку и на чтение, или на какую-то мою страничку, или там в нашей группе в Facebook, где это видео про продукт. Какие методы мотивации и поощрения для новичков и партнеров ты используешь? По-моему, я про это чуть-чуть говорил в прошлый раз. Сейчас я напью. Методы мотивации. Ну, если мотивации нет, то никакой метод не поможет. Я так считаю. Поэтому, если я работаю с новичком, там первый звонок, то я у него спрашиваю, что он хочет. И мы проходим этот стартовой тренинг. Я спрашиваю, чего он хочет достичь, и сколько времени он готов работать в неделю. Просто хочу знать, что он хочет, потому что то, что я хочу, это другая вещь. Он может там, или там у него есть много работы, и он просто не может там каждый день, даже часик работать. И просто надо узнать, что он хочет и может, и что готов сделать. Я его тоже спрашиваю, ты хочешь, чтобы я тебя иногда подталкивал, или не хочешь? Некоторые говорят, нет, я этого не хочу. Я просто знаю, какие там мои возможности. Я не хочу, чтобы на меня давали. Я никогда не давлю на таких людей. Если мне кто-то скажет, я хочу вот это, это, это. И хочу там достичь чего-то огромного. И я его спрашиваю, да, и ты хочешь, чтобы я на тебя иногда там подавил чуть-чуть? Он скажет, да, да, мне это нужно, да. Я хочу, чтобы ты меня постоянно подталкивал. Тогда хорошо, мы договорились, так буду и делать. Но если у новичка нет мотивации, то вы как-то в его голову не можете залезть и добавить мотивацию. Это просто невозможно. Там как бы работает то, что я уже говорил. Помогите всем людям, чтобы они почувствовали это тепло, этого огня, да, эту атмосферу, чтобы они почувствовали, когда делаете там вебинар со своим там высшестоящим спонсором, что там приятная атмосфера, что там люди рассказывают опыт с продуктами, что там люди говорят про свой опыт, как ведут бизнес, да, там с кем-то созвонились, кто-то там ему сказал, что ему интересно, и там подписался, и там новичок, который в бизнесе там две недели, да, уже зарегистрировал одного человека. Супер. Это колоссальная новость, гораздо больше, чем если какой-то суперспонсор, да, получил какой-то там десятый левел, десятый уровень, да. Это новичков не интересует, оно просто мимо их диапазона, что они могут увидеть. но они могут увидеть то, что другой человек, который там в том же самом городе начал там неделю назад, и он уже подписал одного человека, и получил там своих 20 баксов или там за какой-то продукт, который продал, да. Это очень маленькие вещи, маленькие результаты, но они очень вдохновляют новичков, и этот огонь начинает греть, и они чувствуют на своих ручках, да, там что-то приятное, что-то там кто-то что-то сделал, они могут пока еще не чувствовать, что они могут это сделать тоже, они пока не уверены, но чем больше им это будет показывать, то они станут гораздо более уверены в себе, и увидят, что это происходит вокруг них, и тогда они подумают, ну, это же происходит, там совершенно обычный человек, как я, да, тоже это сделал, тоже начал там две недели назад, и уже кого-то подписал, но значит, тогда оно работает, да, это единственная мотивация, а если у каких-то членов команды мотивации нету, ну, просто находите новых, все очень-очень, как бы, просто. Следующий вопрос, кого чаще всего ты подписываешь в других странах? Опять, нету разницы, если в других странах или в той же самой стране. Готовых людей, лидеров, которые уже знакомы с сетью, эти или это люди, которые раньше ничего не знали об индустрии сетевого маркетинга, какие начинают, как начинаешь работать с теми и другими? Чаще всего, наверное, или 100% люди, которые или никогда не были в сетевом бизнесе, или никогда ничего серьезного не достигли в сетевом бизнесе. Чтобы регистрировать готовых людей, лидеров, которые уже знают, как все работает, это очень-очень редко. Поэтому тоже советую не сосредотачиваться на лидеров, когда ищите контакты онлайн. кстати, не знаю, если это сказал в прошлый раз, но те скрипты, которые я вам давал в прошлый раз, они не работают и вы не должны использовать на сетевиков, потому что это просто не будет работать. Сетевики понимаете, это как в отношениях. Если кто-то только что начал встречаться с девушкой, только что началась какая-то компания работать, зачем ему смотреть на другие девушки, пока не знает, что она стерва или что-то. Компаниями то же самое. Если кто-то только что начал и вы начинаете ему рассказывать, что тут лучше это пустая трата времени. Если вы понимаете, что компания, где он начинает какой-то там вообще пирамида или какой-то что-то непонятного, то просто напишите себе заметку. Надо списаться или созвониться опять через полгода, потому что через полгода обычно такие компании уходят из рынка. И можете опять узнать через полгода привет, как дела, извини, что не писал столько и как твой бизнес там с компанией ABC, да? И все. Он скажет, да, нету бизнеса. И уже у вас есть как бы возможность начать с этим человеком вести как бы разговор про бизнес. Но если кто-то долгое время в компании, то наверное он работает, занимается этим серьезно, получает деньги, доволен и таких случаев, когда люди недоволны в компании уже долго, да, и у них команда, они готовы, таких очень-очень мало. Поэтому сосредотачиваться имеет смысл на новичках или на людях, которые пока не имели какой-то серьезный опыт с этим бизнесом, таких очень много, потому что люди начинают с компанией, получают продукты, потом про все забудут и там кстати их спонсор им постоянно говорит давай давай спонсируй, регистрируй, приходи на семинар, приходи туда-сюда, покупай еще больше продуктов. Но людям надоедать такое. А если вы такого не будете делать, то вы можете притягивать к своему огню много людей, с которым будет приятно с вами общаться, с которым будет приятно посидеть в вашем присутствии, даже на вебинаре или на каких-то мероприятиях, которые делаете. Поэтому вот так. Конечно, людей, которые никогда не имели ничего общего с сетевым бизнесом гораздо больше, тех, которые когда-то занимались с сетевым бизнесом. Пока не знаю, если это 5% населения или 10% населения что-то знают или попробовали с сетевым бизнесом. Это я просто так придумываю. Может быть больше, может меньше. Но я 100% уверен, что люди, которые никогда этим не занимались или даже про это ничего не знают, их гораздо больше. Поэтому лучше сосредотачиваться на ту группу, где вы не будете бороться с предупреждением, пред предрассудками. тоже важно. Тут вопрос про личный сайт, но наверное я это не буду говорить, потому что не хочу вводить какое-то заблуждение. Если у вас его нет, то надо сначала начать зарабатывать деньги с того, что бесплатно и легко, и вам не нужно строить сайт никакой. И когда уже сайт будет, уже будут тоже деньги кого-то нанять, чтобы он это сделал правильно. Интересный вопрос. У меня вопрос. Как не выгорать в работе с клиентами в сетевом бизнесе? очень хороший вопрос. Не знаю, если у меня есть ответ, но у меня был, не знаю, если несколько, но сто процентов один момент, когда я чувствовал себя вообще перегорелем и уже думал, что все. Как-то долгое время не получалось. Я там ожидал что-то, что должно случиться, но не случилось, да, кто-то говорил, что зарегистрируется, не зарегистрировал. Короче, было очень тяжело и наверное, что мне помогло, во-первых, моя жена, которая мне сказала, что я слишком много времени трачу на людей, которые этого недостойны. В смысле, что они просто спрашивают те же самые вопросы 10 раз и ничего не делают и что я должен заниматься теми, которые действительно делают, что они говорят. Это ничего плохого, просто есть люди, которые не могут раздуплиться, но вы тут при чем? Надо как-то собрать свои руки, знать, что вы хотите, почему вы здесь. Для меня это было то, что я хотел помочь много людям. Когда начинал, помню, когда первый раз созванивали с Джо Гарсея, он меня спрашивал, какая у меня мотивация. Конечно, я хотел вот это получить, но одно из вещей, которое я сказал, что я хочу помогать другим людям. и если как-то уже нет мотивации внутренней, надо как-то вернуться в начало и подумать, зачем я тут вообще, что я тут делаю. И я тогда понял, ну да, я же что-то сказал, я хочу помочь людям, тогда я должен уметь суметь помочь как-то сам себе. И какое-то время я просто ушел от бизнеса, не в смысле, что я вообще ушел, но просто был какой-то скорее пассивный. Я помогал своим партнерам, но активно этим не занимался. У меня просто не было энергии для этого и как-то вдохновение. Как-то оно не шло. Но начал более читать, смотреть, слушать этого Риггдана, и он меня очень вдохновил. меня вдохновило то, что я хотел помогать людям и видел очень огромный потенциал в том, что если вы что-то научитесь, это тоже концепция, которую он обучает, если что-то научитесь от кого-то, неважно от кого, если это нашей компании или другой, это неважно, что-то научитесь и потом это используете и начинаете обучать других людей. Вы должны инвестировать свое время, чтобы это научиться, или деньги, или заплатить какой-то курс, тренинг онлайн, и потом можете обучать других людей, и автоматически эти люди к вам будут приходить. И в это время мне это очень помогло. Я видел, что есть какой-то свет в конце туннела, что будет все хорошо, что это временно, что оно пройдет, и так оно и было. И это вдохновение пришло от кого-то вообще не из нашей компании, кого-то, кого я вообще не знаю. Поэтому наверное вот так найдите какого-то тренера или людей, которые вас будут вдохновлять, которые вам каждое утро помогут увидеть большую картинку, потому что мы не один человек сам по себе. Мы как человечество. И то, что мы думаем, оно имеет влияние на остальных. Если мы чувствуем себя плохо, то остальные будут тоже. мы как-то пересоединены друг с другом. Хотя это звучит как-то слишком эзотерически для кого-то, но оно так и есть. И самый лучший способ, как этому помочь, это работать над собой, работать над своим высоким, высоким, высокими вибрациями. Если вы чувствуете себя очень хорошо, и что можете очень многим поменять жизнь, помочь, то это очень высокие вибрации. Вы даете энергию себя. А если вы чувствуете себя плохо, что у меня нет энергии, мне уже все это надоело, то вам надо просто сначала сделать что-то с собой и потом делиться эту позитивную энергию. Но думаю, что на этом можем закончить пока сегодня. Далибор, но я хотела задать еще один вопрос такой, пользуясь тем, что я спасибо огромное. Я хочу сказать, что я отметила для себя три момента прям, что очень многим действительно нужно согреться около нас, около нашего костра, и они приходят отогреться это супер, вот что ты это сейчас сказал. Далее, что я вообще просто спасибо огромное тебе, низкий поклон, когда ты сказал, что человек должен заслужить мое время, это ценность собственного времени, ценность бизнеса, и вот эта самодостаточность, это супер, вот спасибо за этот лайфхак, или я не знаю, вот это для меня важно было услышать. И что когда люди перегорают, выгорают, и лидеры, потому что многим кажется, что у человека все так понакатанное, все в рост, ну прям везет в жизни, и ты это тоже обозначил, потому что успех он не приходит вот прям как-то как сразу, и вот эти вот ситуации, важно иметь силу их проживать, и что важно вернуться в начало, то есть для чего ты пришел в компанию. Спасибо огромное, именно вот за эти три вещи я вот тебе говорю. А теперь у меня прям последний завершающий вопрос, который я тебе хотела задать. Вот смотри, очень многие люди говорят, ну да, в Китае много успешных людей, потому что там просто у них много людей, но в Индии успешные, там тоже миллиард населения, куда им деваться, они все идут в бизнес, но в Европе все тоже хорошо, потому что у них покупательская способность, денег больше получают, а вот в России это особенная просто страна, где ни того, ни другого, ни третьего, и люди там, ну, маленькая покупательская способность, они не хотят сетевой маркетинга, а вот во всех странах все по-другому, они хотят, имеют, и вот, как вообще ты бы ответил на эту, ну, как бы на это, учитывая, что ты прямо в центре Европы, где большая покупательская способность, и все должны, вот, ну, могут покупать это. это все брехня. Все думают, что то, где они живут, там что-то особенное, да, но на самом деле везде одно и то же. Конечно, есть такие люди, которые там никогда ничего не хотят делать, всегда хотят жаловаться, всегда кто-то другой виноват, а такие люди везде, это не значит, что они только там, в том городе, где я живу, да, нет, они везде, но это надо просто, как бы взять ответственность, потому что то, какой я человек, но то, что я говорил сейчас, да, я какой человек, какая энергия из меня идет, таких людей я притягиваю. Значит, если это много людям не будет нравиться, к сожалению, но если вам попадаются такие люди, которые там постоянно, там, у меня нет денег, я не могу, это не работает, это пирамида и так дальше, но тогда задумайтесь над собой, что у вас в голове, да, как, как вообще я думаю о деньгах, что я хочу в жизни, какой я человек, я готов, как бы, что-то сделать для того, чтобы улучшить свою жизнь, или нет, или мне, мне, как бы, лучше, жаловаться и сваливать вину на других, да, это неприятно, конечно, но другого пути нету. Спасибо, все понятно, в общем, все люди везде одинаковые, сетевой маркетинг везде одинаковый, и подходы одинаковые, то есть, нет, нигде плохо, хорошо, все зависит от каждого человека, то есть, от нас с вами. Спасибо огромное, Далибор, за твою щедрость, за то, что ты очень искренне поделился, и даже собственными неудачными моментами, что они есть, это нормально, абсолютно, самое главное. Очень много, очень много, 90% неудач. Вот, вот, и спасибо огромное, я думаю, что мы будем, еще у нас возникнут вопросы, будем встречаться, спасибо тебе. Хорошо, давайте сделаем еще один, один вебинар на следующей неделе, потому что тут еще пару вопросов осталось, и посмотрим тогда. Хорошо, спасибо. Спасибо тебе большое. Пока всем. Запись мы ждем. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Продолжение следует...